Ну что, друзья, здравствуйте. Сегодня 22 января, песня 21. Вас приветствует в эфире Михаил Норинский и бессменный директор-оператор нашего производства Велена Бичок. А еще в студии есть, в нашей студии сегодня гость. Так, я вижу Ольга Безославского, уже первый зритель. А в студии у нас еще присутствует Игорь Конеков. Почему он присутствует? Ольга классно пишет. Ольга. Отлично. Видно, да? Макс. Вижу Макса. Отлично. О, появились ВКонтакте. Юрий Лучинский. Ольга. Дипигалла Рунетова. Макс Ермашук. Привет, Макс. Привет, Ольга. А что там Макс у нас и в Фейсбуке, и в Контакте? Игорь Конеков присоединился. Привет, Игорь. Привет, Игорь. Я, пожалуй, начну потихоньку, а там уже развернемся. Итак, достигнув наглости предела, я понимаю, что война, это, пожалуй, божье дело. Нет-нет, не черта в том вина. Черт? Это эдакий трудяга, понаразвесивший реклам, сулящий к саписам благо. Для дедов, папочек, для мам. Бери. Бери кредит. Купи. Продайся. С тебя берут, и ты гири. Хватай. Японцы, или китайцы, хвати за два, бери все три. Вчера купил. Не актуально. Швыряй, и бери на бутиль. И будь как все. Живи нормально. Сверяй с рекламой свой стиль. Не думаешь, Сосин? Я, Малин. Заметно стал, может, уже шаг. Протоков больше половины, просив, мол, как и шаг. Не вижу смысла торопиться. Охота думает о своем. Течет средь мусора водится. Ручей впадает в обоем. На берегу бабуля с мучкой. Смотрю сквозь снег на берег тот. Там грязный лес. Над лесом тучка. На тучку гадит самолет. Нет. Не наможется никак он. Да и не насыдится. Смотрю сквозь снег на берегу. Столько б ни кукол, ни капли. Тот, кто зовется. Чего? Вот такая тема разговора сегодня, друзья. Как вы поняли, немножко будет речь об экологии. И немножко я вас позову на концерт спектакль в памяти Владимира Семеновича. Как вы понимаете, мы сегодня приближаемся. Мы приближаемся к дню рождения Владимира Семеновича. Нашего все. Даже больше, чем литературы, цитративы русской жизни. У нас 26-го числа будет спектакль. И вот, что я подумал. Придумал мне это дело. Мне не сюда, не в ленту, а в личку. Напишите, кто больше знает песен, напишите, кто сколько знает песен экологических. Именно экологических Владимира Семеновича Высоцкого. Я сейчас ни одной не назову, с тем, чтобы никому из вас не помочь. Вот, кто больше, больше количества песен напишет, у меня в мягучку, в звуке или в контакте, тот и получит бесплатный билет на Владимира Семеновича Высоцкого. Ну, ничего. На спектакль «Наш Высоцкий», который состоится 26-го января, в воскресенье. На Пусть Наскальдинга. Вот. Если даже Вы живете там не в Петербурге, а в Москве, или в Нью-Йорке, или в Чикаго каком-нибудь, то все равно мы сможем в жизни, в играх, этот билет, передать его своим близким или родным, которые в это время, 26 января, будут в Санкт-Петербурге, или в Бареке, так называемые, на сегодняшний день. Ну, что поделаешь, да. И Путянди, и Комоль проживается. Страна может по-разному называться. Вот. Или в нашей России. Или в нашей России, да. На концерте Михаила Новых. Или в нашей России, да. У нас своя Россия. Да. К нам присоединились Александр Лановой, Владимир Данченко, Александра Смирнова нас смотрит, Юрий Кубкова, Лена Крымова, Иван Чехлоевский, Наталья Вознесенская, Макс Малышев, Наталья Гринёва, Ирина Богдановская, Юлия Крошнина, Василий Ковалев, Наталья Сумцова. Ребята, вы не просто смотрите, вы там немножко в комментах оставьте хотя бы чего-нибудь. Да, 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 пишите комментарии, как вам видно, как слышно, ставьте плюсики хотя бы какие-то. Наталья Матюшенко с нами, привет, Наташенька. Иван Щучинова, Александр Куклаченко, Денис Мировая Весна, Артемий Наумов, Лука Басыров. Юрий Попков пишет, у нас 25-го, сначала к нам, потом от нас к вам. 25-го мы тоже собираемся на Усфинцев, на любимом месте Владимира Семёновича, на том месте, где он приветствовал город Петербург. Петербург, ну да, еще Ленинград. Ленинград приветствовал Ленинград. Он умывался, поздоровался, и я и хотел. И потом наш город. Город Ланиле, скажем так. Что не придется. И возле Семёновича, возле Академии художественной, вот он там помывался в Ленинграде. Тогда еще, не знаю, Жорский завод много сбрасывал. На самом добром приехал. Но тем не менее, да, и сейчас Моржу купался. Владимир Семёнович, да, там умывался. Вот. Я потом продолжу эту историю, но пока Вера Чижова, Татьяна Шишкова, Нина Пустовалова, Андрей Захтей. У меня тут не сразу появляется просто, поэтому я, среди всех не вижу. Между делом, давайте поздравим еще семидесятилетиям. Макс Ярмашук спрашивает, во сколько у скидцев? Макс, традиционно в 16 часов. Сюда мы в это время собираемся. Все, кто хочет спеть, прочитать стихи, что-то рассказать, просто идти обняться или убыться, вот, доложить стихи, там все время появляется табличка мемориальная. Да, она, да, появляется, а потом и все. Появляется и исчезает. Вот в этот день она все появляется. Веряние Горбичка, на которой указано, что любимое место Владимира Семеновича в соцсетях. В теоретии. Вот, да, и я хочу, да, заодно поздравить Ивана. Ивана. Чихлоевского с тем, что он стал первый раз в этой жизни отцом его женонаташи. У него родили девочки. А еще семь-семь лет назад в этот день выдохнул первый раз кислород, выдохнул и кислый газ в атмосферу калилировка. Уже семь-семь лет он это все производит. Вот. С днем рождения его тоже. Это он баймист. Вот. И я продолжу эту логическую тему, но уже, наверное, после того, я спал эту песню. Эту песню я совсем уже был и забыл. И она была потеряна для человечества. написал ее часть когда мне было лет 22, что-то там вроде. Вот. Но наш друг Игорь Конек где-то, 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 добыл, добыл кассеты. На старой кассете. На какой-то старой кассете. Обладающий букет назывался он мне оцифровал, принес, говорит, вот тебе хорошая песня, не скажи бы ты ее. Я подумал. Ну, что это будет? Там, конечно, если я сегодня сочинял, я сочнил бы ее немножко по-другому. Вот. Но вот так как она есть, как она записана там. Кстати, она записана там, по-моему, Леша Лебединский тогда еще. Не профессор. Нет. Нет, он не фишировал. Тогда уже заключит. Вот. Вот. Вот и данный компьютер мы играем. И данный прямо пальцем мы укажем. И так мы ее записали. Избокрой к мастерингу может быть. В контакте она есть, так он называется в своеме человеке. Все. Хочу отрепаться, начинаю исполняться. А. Пусть поможет. Я потом расскажу. Пусть. Почему я такую историю делаю? Это не пора. Разлайки пошли. Вам нравится, поешь и не требуешься. Конечно. Давай, пой. Муха не может набрать высоты и бьется штурмуя стекламутный камень. Я муху приклопнул и бросил в цветы. Пусть завтра ее тело станет цветами. Все во имя человека Все во благо человека Все во имя человека Все во благо человека Голодный гавай На духом поешь Поехал и белья Это достало Глаза поднимаю Проснулся И вот И стропик умок Его больше не стало Все во имя человека Все во благо человека Все во имя человека Все во благо человека Я человек Пинет природы А остальное Петлем все уроды Я человек Я самый умный И все благо мне Питут козлы Чтоб я их скушал Поют грозды Чтоб я их слушал И зайцы тоже Чтобы кушать И шубы теплые носить Течет река Прощай турбины Дает горола Баргарины Дает недра Берсины, деньги А я мне тоже Все даю Все во имя человека Все во благо человека Все во имя человека Все во благо человека Умри, река и леска, лека Умри во имя человека Да-да, во имя человека Умри, 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 колека Всё во имя человека, всё благочеловека, всё благочеловека. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Гитара. Почему такая гитара? Потому что все гитары мне отказали, а эта вдруг оказалась под рукой. Это не просто гитара, это символ зелёной волны. То есть вот этой частью этого предмета мы сажаем деревья, а этой частью мы аккомпанируем, занимаемся творчеством. Творчество и экология. Это очень хорошая гитара. Алекс Лисовский пишет прикольная гитара. Да, на ней даже я могла играть в митинге. На митинге Юра не пойду. Да вообще музыканты ставят эти митинги, но это уже отдельный разговор, почему это происходит. Да, мы поговорим об этом как-нибудь. Если вам интересно, мы об этом поговорим. А вот, кстати, Владимир Данченко пишет, всё на благо человека. И я даже знаю этого человека. Да, да. Вот. Меня на самом деле немножко... Почему, кроме того, что Игорь нас подлил на эту историю с той песней, сподлила вообще история... Как её увеличает? Грета Бринберг. Вот. Ну, девочка из Швеции. Маленькая. Вот. Вдруг не становится всего поймала Хайка. Такой серьёзный Хайк. В том смысле, что... Ну, да. Абсолютно искренне. Или не знаю как-то. В общем... Не Гринберг, а Тунберг. 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 Гринберг. Есть. Маша Гринберг. Знакомая в Швеции тоже. Вот. Привет, вы, кстати. Тунберг, да. Тунберг, да. Тунберг, да? Угу. Вот. И, значит, я в течение этого лета уже чего только не слышал от взрослых идей, которые, там, в общем-то, не глупые. Но, как только заходит разговор об этой Грете, сразу глаза наливаются кровью. И она идиотка, она дура, как 10-е и 25-е. Тунберг. И начинает обсуждать именно эту девочку, да? Причем не... Речь идет не о том, что... Какие колокола она бьет и что за проблемы поднимает. А речь начинает идти о том, что больная, она не больная, умная, не умная. На ней оттоптались кто-то кого. Вот. И типа того, что разговор получается такой, что да, она дура, поэтому с экологией у нас все в порядке. То есть никого не парникового эффекта, ничего. То есть как бы уже сумчатый волк аккуратно появился, да? Ну, гады к колесам, полно сумчатых волков у нас. И белый носорог в полном составе разгуливает. Да? Ну, я понимаю, что белый носорог в полном составе разгуливает. Вот. И что китов, красавицы, и... И когда я еду по трассе, например, на нашу любимую лампушку, вот, мне... Она хорошая краса, она мощная какая-то. В Америке. В Америке. В Америке. В Америке. Ну, хороший орог. А то и по Америке еду и думаю. Ну, какой сволочизм? Правда? Эти дороги в прошлом сволочизме. Я объясняю, почему. Если кому-то интересно, то хочется нам поговорить и спросить. Я об этом уговорю. Может, здесь уже сперва. Сволочизм заключается в том, что раньше, 30 лет назад, лось, там, лёж какой-нибудь, мог спокойно меглировать, как ему нравится. Вот он родился в этом районе. Потом, ну, как, тысячи лет он передвигался. Любовь он занимался в другом районе. Вынашивались в третьем районе, в зимоваре, в четвертом районе. Вот так это они. Эти животные мигрировали из покон веков. Вот. Да, потом появились автомобили, и они стали немножко встречаться, люди и машины. Конечно, лоси были виноваты, что, естественно, виноваты лоси в том, что не знают правила дорожного движения и не знают, как переходить в правильную улицу. Вот. Естественно. А сейчас, и они с риском для жизни, эти беременные самки, там, приходили туда, куда надо, в те места, и нужно обожать, и всё детишек. А сейчас, такой возможности у них просто нет. Даже с риском для жизни. То есть, когда, вот, человек построил себе трассу, и уютно. От Петербурга, там, доехать, до, как это называется, Питерские места, да? То есть, Путинские места. Вот. Питерская очередь, там, где-то находится. Вот. Удобно, и всё хорошо. А как животные придут эту дорогу? Как они будут нажаться? Как они будут жить? Кабаны, лоси, зайцы, лисы, по барабану. Построили, нам удобно. Мы сделаем больше. Вот. И вернулись. Кабаны, лоси, зайцы, лисы, по барабану. Нам присоединились Вера Чижова, Алекс Лисовский, Виктор Новицкий, Алексей Белик. Анна Медванова, Ирина Беляева, Вероника Блинова, Владимир Бабий, Бабий. 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 Ирина Крудникова, Ирина Баркова, Василий Ковалев, Лопвинов. Представляешь, Баркова присоединилась на осмотр. Константин Щоболев. Ну, некоторых я не назвала, конечно, потому что не успела тут. Быстро берут очень эти картинки. Вот. Но вы там напишите нам что-нибудь. Чего-нибудь. Мы вам ответим обязательно. Вот. Больше всех я так просматривал видео. Василий Ковалев пишет, экодук называется. Экодук? Да. Это что в смысле? Зеленые переходы нужны. Это редко где реализовано. Хотя в нормальном обществе должно быть регламентировано. Экодук называется. Да. Экодук. Олени на машинах ПДД тоже часто не знают. А. Что пишут? Вероника Плюнова пишет. Что олени не знают. Да? Да. А. Latino. Мне finde, что олени на машинах ПДД тоже часто не знают. Лоси. Ну есть лохи. Да, бывают. Ну да. Ну то не сегодня, Вероника. Иногда гречники не знают. Тех оленей не жалко. Полно автомобилей, которые припаркованы на газонах, которые вынимают из газонов грязь, развозят по улицам города. Горичники не знают, что это нарушение правил дорожного движения. Каждый въезд на газон – это дорога транспортного происшествия. Газон является общественным сооружением садов-хватового предприятия. Разрушение газона – это действие, приведшее к экономическим потерьям. То есть, как бы, понятно, да? Все, что уехал на газон, что уехал на газон, ты отвечаешь за то, что это не говорили. И тут, конечно, штат Модос, ну, гаишник этого не знает. Ладно. Больше всех меня прикололо то, что над Гретой, оттоптаясь по полной программе, наш главный Соловьев, Господи, Владимир Соловьев, да? Главная наша, как это по-русски сказать, главная наша государственная группа, как это так сказать, профессиональная, как это называется по-русски, главная профессиональная универсия, скажем так. Вот. И уж он так, он уж вот так и сяк, оттапывался. Надо же так творить. Вот. Но к этой приятелье еще присоединился главный мастер по файту. Сказался, чего-чего, чему, нужно ли было. Смотрел, где родитель, Александр Васильевич, тоже присоединился к Соловьеву. Я поптался, но ему уже в правночке возиться. За дело сильно, потому что, конечно... Может, даже в правночке. Может, в правночке, да. Посмотрите, погуглите, как он там отрывается на девочке, там, висок, старик, который там, золносим серплеек. Да, на билетке там прогресс. Ему, конечно, обидно, потому что она тут выдвигалась напрямую «Человек года», а Александр Васильевич еще такого человека не считает. Ну, конечно, он умеет, как поймать, он как-то виртуально сделал что-то такое женой французского посла. Может, и не сделал, но раскукарикал, и кукарикает об этом до сих пор. Вот, ну, это вот такая. Вот такая. А тут, ну, значит, мы решили, ну, надо еще на грех вот тянуться. И уж так ее там размазать. И так размазать, и сейчас размазать. Вот Василий Ковалев пишет, что... Пишет, что в России только один экодук есть в Калужской области. Накладно и экономически не будет. На самом деле, экономически нам выгодно вообще жить. Может, в связи с природой, если мы будем ненуженными. Если мы не будем беречь природу, то на что ответим обязательно. Я не могу раскупаться на мысли и подъебу, но просто так. Если ты берешь, покупаешь в магазине что-то ненужное, да, если ты модница, ты не модница, ну, что все в порядке, вся моя пошла, купила тряпочку, которая мне нравится, по телевизору показали, показали мне тряпочку. Вот, ты приближаешься к следующей мировой войне. Ну, это сложно объяснить. Так, пальцем, на пальцах. Но, в принципе, там у человека и катится. То есть, могли бы жить давно и хорошо, если бы не навязаны ценности. Не навязаны ценности. Ведь сейчас вроде прогресс поднялся, вроде у нас технологии. Можем одеться, одулся. Довольно-давно. Опять сейчас это здание. Человек-то не справился свободного времени. И то, что для этого говорит, что у них украдено детство. У современных детей детство нет. Вот это детство в компьютере, они же перестали. У нас тут футбол, как это делали, были времена, собираться на улице. Забыли вот эти нормальные детские общения, у них нет. И вот, об этом даже говорил еще Добреты, господин кондуктор. Да, подскажите, понимаете, о чем я говорю. Ну ладно. Да ладно, не важно, сейчас будешь уже. Вот Смирнова пишет, мудозвон же. Не, ну не, 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 не. Профессиональная улица, давайте. Профессиональная улица. Ну каждый понимает, что... Вера Тяжова пишет песню класс. Спасибо. Смирнова еще спрашивает, гитара у тебя настоящая? Металлическая? Настоящая, настоящая. Ты знаешь, настоящая. Потому что я по программам... Ей копать можно, да. Смирнова, 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 Смирнова. Да. Анна Никифорова присоединила. Пускай вот Елёша споет это. Да. Чего, Никифорова, а привет. Да, Аня, привет. Такое чувство, что там тысячи народу собираются, да, вот, слушать какие-то... Да, много, очень много. А мне такое чувство, что ты называешь, и я там псих всех уже знаю. Да. Вот. Скайрофт... Я не всех успеваю называть, там их больше на самом деле. Так что, кого-то, может, не назвала в этом рак, но в следующий раз не могу. Значит, этот текст песни «Все во имя человека» может стоять. Вы ее поете каждый день. Каждый день с утра пораньше. Вот. Берегите планету, естественно, друзья. Потому что мы будем беречь планету, и нам всем трендец. И по мнению неглупых, неглупых, скажем так, американских юношей и девушек, которым там до двадцати, до двадцати, да, вот этим поколением Грета, да, приблизительно пятьдесят процентов считают из всех проблем, которые у нас ожидают, вот, ожидают, в общем-то, пятьдесят процентов. Экология – самая главная проблема. То есть в ней, в будущем планете, в состоянии независимых планетах, в очень-очень, в будущем состоянии. Опять же, если будем говорить об экодухе, у нас, на самом деле, уже на территории ЛФ два экодуха. Того не надо поставить, потому что это очень дорого. Они должны быть в переходе для животных, ну, приблизительно, хотя бы полтора-два километра. Это несложно. Это очень несложно. То есть, обязательно, экодух должен быть. Если вы просто, ну, в техническом задании, когда вы делаете эту дорогу, напишите, что нужны переходы для животных, кстати, для людей, почему нет. Вот. Как вот обыкновенный подземный переход. Это коробка из бетона, да, коробка, труба из бетона, ну, там, высоко, например, пока бы два с половиной метра. Где мы там два с половиной метра, где-то, 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 где-то. Это достаточно, чтобы животное прошло? Достаточно, чтобы там, если ты здесь, бабушка, которая жила, Елена Кукуева, пошла на дедушку, которая, там, дубочкой. Ну, вот тоже история, когда эта дорога появляется, то все уже, ее не обойти, не перейти, потому что она с риском до жизни. Вот удобно кое-кому доехать? Да бабушка ее даже с риском до жизни не перейдет. Там же посреди этих полос еще такой барьер. Дорога, да. На самом деле, друзья. И только прямая дорога. Уже такое ощущение, что мы, естественно, песню спелось, кто-нибудь прочел. Мы уже полчаса. Да, что передачи-то, в общем-то, закончили. Ну, просто друг с вами расставаться. Да. Мы все говорим, мы говорим. Пишите в комментариях, мы все ответим вам на все. Приходите на сфинксов с 25-го числа в 16 часов. Вот напротив Академии художеств. Пишите мне в личку в ВКонтакте или в Фейсбуке. Даже можно в Одноклассниках написать максимальное количество песен, которые вы знаете. Владимира Семеновича Росоцкого. Оп, 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 оп. Вот тогда еще ему было небезразлично, что происходит с нашим миром. А это, извините, 40 лет в это время. Чем-то более 20 лет от нежеления. Без нашего проекта, который действительно, может быть, единственный, не наш, домашняя радость. Пусть Владимир Семенович Росоцкий, он переведен на многие языки мира. И его слушают не только простоязычные, но и иноязычные ребята. Давайте прощаемся, да? Еще чего не сказали. Не сказали, что у нас маленький лиц будет. Маленький лиц, лиц, да, девятый лиц. Девятый лиц будет маленький лиц. Обращайтесь. Очень хороший спектакль. Другого такого мы не видели. Сколько не пересмотрели спектаклей, фильмов, но такого, как у нас, вы больше не увидите. Детей от шести лет приводите, не бойтесь. Пусть мы загрузим. От шести лет вообще легко, но даже меньше. Да, у нас четырех лет не выдерживает. Не то, что выдерживает. От себя за ответами в том, но научились, что делать. Как-то забирать. Все-таки 36. Да, мне пора заканчивать передачу. Я не хочу с вами расставаться, но тем не менее. Давайте до следующих встреч, друзья. Сегодня была песня «Все во имя человека». Оператор эфира Игоря Артельчук, инициатор этой истории Игорь Канек. Меня звали, будет звать Игорь Новицкий. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вот, что нужно сказать обязательно. Если не можете про рублем помочь, то лайком или перепостом вы поможете здорово. И обязательно сделайте билет для себя, любимых нас и социальных. Ладно. Все. Пока. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok